Лошадь Вы смотрите лучшее караоке-шоу «Нехабарт». Анель Аринова. И скромный Сабит Рахимбаев. И сегодня мы выбираем последнего победителя дня, который уже завтра просоединится к Валерию и Ержану. Тем ребятам, которые победили во вторник и среду. Кто же из них пройдет в одну четвертую финала, узнаем уже завтра. Ну, а завтра решится, да, кто пройдет в одну четвертую финала, да-да. Я забрал твои слова, прости меня. Спасибо тебе большое. Да, но не только этим будет интересен завтрашний эфир. Завтра мы, ведущие, будем петь вместе с участниками. Вот сюрпризы для всех ожидает, но это завтра. А сегодня? Да, ну мы вернемся к нашим конкурсантам, которые ожидают нас уже в студии. Галым Жан, Аида и Расул. Ну и, конечно, звездный гость, который ждет нас в кухне. Мы буквально через несколько секунд к нему присоединимся. С нами сегодня прекрасный арт-бенд, который создает нам музыкальное настроение. Поехали! Ну что ж, как вы догадались, этот красивый молодой человек рядом со мной никто иной, как Дильен из группы Мистерионс. Йоу! Да бросьте, некрасивый, некрасивый. Почему? Ты очень очаровательный, Дильен. Давай мы вот сядем поудобнее, потому что вот я так как-то боюсь горячий чай. Вот, да. Вы на самом деле высокие, молодые, красивые, обаятельные люди. Я всегда помню, а знаешь, я восхищалась, когда ты выходила на сцену. Анна, когда ты говоришь «вы», ты имеешь в виду группу Мистерионс? Или нас двоих? Нас двоих. Слушай, я уже обращаюсь к гостю. Хорошо, хорошо. Не перебивай, пожалуйста. Ну, значит, в таких замечательных мягких тапочках, гламурных, и у тебя была шикарная прическа, на которую, думаю, даже Кайрат Нуртас бы, ну, просто не осмелился рискнуть. Ну, это были далекие двухтысячные. Ну, я бы не сказала, что это так далеко, это вообще очень близко. Это было в 2009 году, но я так экспериментировал, такое бурное детство мое. Хорошее детство, между прочим, я же говорю, я запомнила самое главное. Самое главное, да. Для телезрителей напомню, Дильен раньше любил косички разные, разную стильную причесочку, но он вырос уже на дворе 2016 год, он постепенно стал агашкой. Да нет, просто я сегодня мотался по делам, по офисам и решил классику одеть, как бы, атаку. Дильен, вот что сейчас происходит в твоей жизни? Ну, самое главное, это то, что выходят наши новые песни, и они выходят прям подряд-подряд. Вчера мы выпустили одну, через пару дней вторая будет, и вот так будут выходить новые песни, которые так ждут. А вот как бы ты мог прокомментировать фото вот на экране? О, ща! Это мои фотографии из твоего инстаграма, да, украли, вот, и пальцем ковыряешься у себя между, выше губ, ниже носа. Не, ну, на самом деле... Клад ищешь? Есть, нефть еще, нефть. Нефть. Если приглядеться, я не засовываю палец, я просто заверну палец. Ты просто имитируешь, да? Да, но... Это для чего? Ты такой... Просто в тот день было хорошее настроение, и я решил сделать фотографию, которая наберет наибольшие лайков и негативных комментарий. Мне негатива не хватало в тот момент, и вот я решил сфотаться так. Дилен такой, Дилен такой веселый парень. Мы поговорим с ним буквально через несколько мгновений, потому что, я скажу так, парень, который очень далек от шоу-биза, думает, что Кайрат Нуртас – это дуэт. Увидимся после рекламы. Не переключайтесь. В эфире самое музыкальное короки-шоу страны «Неха Бар». Сегодня у нас в гостях солист группы «Мистерианс» Дилен, который будет оценивать наших участников и, возможно, решит судьбу одного из них, даст возможность выйти в одну восьмую финала. Дилен, мы тебе вкратце объясним правила нашей игры, нашего шоу, если ты не против. Ага, давай. Хорошо. Каждый вечер с понедельника по четверг из трех претендентов мы будем выбирать по одному, а в пятницу четверо победителей дня будут бороться за право пройти в следующий тур. В течение семнадцати недель мы отберем семнадцать четверть финалистов, к которым добавится еще один. Его выберете именно вы, дорогие телезрители, путем интернет-голосования. Итак, из восемнадцати останется шестеро, и лишь двое из них пройдут в финал, где поборются за главный приз – контракт с каналом Хит ТВ. В общем, правила примерно такие. Ты все понял? Все понял. Ну, ты готов сегодня оценивать… Готов. Согласись, хороший приз. Отличный. Контракт с телеканалом Хит ТВ. Я даже готов стать четвертым участником. Но этого не будет, но этого не будет. Ты просто выразил свои мысли. Да, но в любом случае мы можем сказать, что те, кто хочет поучаствовать, то заходили на наш сайт, заполняли анкету hitv.kz и приходили на наш кастинг. Ну что ж, я думаю, пора мне отправиться в гостиную, познакомиться поближе с нашими участниками и познакомить вас с ним. Хорошо? Поехали! И вот она, прекрасная троица наших участников – Расул, Галымжан и Аида. Я так понимаю, что Аида посередине. Аида – это вы. Вы Галымжан. Очень приятно. Расул. Очень приятно. Да, очень приятно. Как настроение? Добро пожаловать. Суперское. Отлично. Галымжан, вкратце, чем занимаетесь? Я трейдер. Трейдер, да? То есть это человек, который… Торгует на бирже. Который торгует на бирже. Часто вы… Я понимаю, вы утром встаете, едете на бирже или дома? Нет, все дома. Все дома, да? То есть вы домашний рабочий? Домашний рабочий. Сколько зарабатываете вместе, если не секрет? Ну, сейчас… Сейчас это очень сложно сказать. Судя по тому, что вы решили участвовать в кароке-шоу и хотите выйти в шоу-бизнес, наверное, не очень, да? Да, да, да. Хорошо. Аида, вы чем занимаетесь? Я учусь в школе в 10-м классе. В 10-м классе учитесь? Да вы что? Сейчас вас смотрят одноклассники. Да. Класс наркодительница. Как ее зовут? Ее зовут Кинжбек Вакулайхан. Она сейчас за вас болеет? Да, надеюсь. Почему? Как вы решились прийти к нам? Я очень с малых лет люблю петь и хотела себя попробовать в этой сфере. По музыке в школе у вас 5 или сколько? 5. Но у нас уже не проходит музыка. До какого класса сейчас музыка идет? До 6-го. До 6-го класса. Ну, в 6-м классе у вас по музыке сколько было? 5 было. 5 было. Хорошо. Хорошо. Расул, еще раз добрый вечер. Чем занимаетесь? Я занимаюсь творчеством. Если быть точнее, то это кино и театр. Чем занимаетесь в кино? Актер, продюсер? Актер, да. По названию актер. Звание актер. Зимались в фильмах? Да, частично. Частично, да? В эпизодах? В эпизодах и второго плана роли. Хорошо. Итак, наш первый конкурс, который называется «Кар-роки». Анель сейчас объяснит Дильену правила и о том, как он будет оценивать. Расскажи. Ну, на самом-то деле, несложный конкурс. Мы будем оценивать его по трехбальной шкале. Вот ты понимаешь, да? Кому-то ты поставишь единичку, кому-то двойку, кому-то троечку. Я думаю, что наши конкурсанты знают, что в данный момент первый конкурс очень важен. Вы сразу показывайте свое лицо. Так что, Галамжан, вперед! Галамжан, начнем с вас, пожалуйста. Итак, песня «Оружие». Часто, но незакатный страсти, здрасти, Меняет краски счастья в раз в день. С тобой в опасность, без тебя в тень. Это прекрасный пес на место здесь, Между моим и твоим сердцем, Между баррикадой и песней. Вместе, вместе. Это ли несчастье? О, 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 душа летела над лужами, Но не апреля простужен был, Своим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Видимо, сам я себя убил. Как не запят на красти, прости. Холодный дождь откуда возник Иди под зон и руки возьми Давай вернёмся хотя бы до восьми Мой город стих и ноты на стих И этот час и мост на стих Здрасте, здрасте Это ли не счастье? Но-о-о-о Душа летела над лужами Но не апреля простужен был Твоим смертельным оружием Видимо, сам я себя убил Душа летела над лужами Молодец, молодец Что, Дюльян, вот Я вот можно, да, так прокомментирую? Наверное, вначале вы очень боялись, в принципе, выходить вот сюда Потому что вот эта закрытая поза Да, 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 есть такое Да, а вот где-то только вот в конце, наверное, на двух строчках вы открылись и полетели Ну, мне не хватило Анель, ты сегодня жюри или ведущая? Дюльян, прокомментируй, ладно Ну, если комментировать... Я смотрел на экран Я заметила, что ты смотрела на экран Если комментируй так, что, ну, спел очень душевно Это же самое главное Ну, нет, главное, но, согласись, мы уже все-таки смотрим Я не оценивал это как выступление Потому что это караоке шоу, а не перформанс, там, ш-ш-ш-ш-ш, подача энергетика Или это так надо оценивать? Нет, дюльян у нас добрый, добрый Я оценил на слух, ну, душевно спел, прям... Ну, с оценками пока воздерживаются, да? А, оценки, ну, оценки в конце же, да? В конце, да, мы будем оценивать Спасибо, Галамжан Галамжан, спасибо большое Присаживайтесь, на самом деле, да Вы молодец, отлично справились с первым заданием Аида, вы вторая Пожалуйста, держите микрофон вперед! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аидочка, браво! Спасибо Браво! Ну, песня сложная Сложная? Очень И? И обстановка такая, еще этот Здесь петь сложнее, чем в караоке Я так посмотрел со стороны Да я на самом деле видела, как ты слушал Ты даже, наверное, где-то тоже такой боялся Я закрываю глаза Я закрываю глаза и клип представлял, знаешь, уже Ну, нет, ну, как вот, Аидочка, думаешь, справилась? Ну, я думаю, да, пока два участника справились А я вообще думаю, что у вас хорошее будущее, Аида Спасибо Знаете? Так что давайте Дерзайте Расул Аида, спасибо большое Присаживайтесь, вы молодец Два Расул Готовы? Держите, поехали Этот дождь никак не кончится Хоть кричи, хоть не кричи Глупо злиться на пророчества Увиды своих ключей Не вернуться И остаться И в который раз тебя терять Притвориться Постараться Научиться Научиться без тебя дышать Плачет дождь и не похмурится Как заезжа на клише Но только этот не на улице Этот лед в моей душе А нам для счастья нужно многое А много дарам не дают И любовь уйдет своей дорогою Через несколько минут Не вернуться Ну Ну Ну, ну Ну, я думаю, что готовый артист Да? Ну, Дилье Видно, что он раз в 100 тысяч эту песню пел Ты прям свободно чувствуешь себя в этой песне Он, наверное, жил, да, в песне? А я этот Сидел в машине, он на улице репетировал Я его совершенно на улице Кто-то поет Ну, Расул Это был маленький подарок для Анелечки У нее день рождения было буквально вот на днях Ой, спасибо вам большое Хитрый Расул Нет, не фитрый Решил воспользоваться моментом Спасибо, Расул Большое спасибо Ну, оценивай Дильян, к сожалению Хорошо, Расул, присаживайтесь Вы молодец Спасибо Спасибо вам большое Знаете, страшно оценивать, потому что Где охрана? Как я уеду домой? А мы тебя проводим Да, я хочу Я могу сейчас оценивать или я могу технично тебе на уши сказать? Да, нет, оцениваем вслух Да, Галмжана, Аиду и Расула Кому ты поставишь единичку? Я бы сейчас у тебя спросил бы Сказал бы, что это на ушко Но для этого камера должна повернуться Там что-то поделать Ну что, что, что тебе мешает? Давай я это напишу Смелее, смелее, Дилен Ну ладно, пальцем покажи Дилен, не переживай Давайте я подумаю, обдумаю Все спокойные, дружелюбные У тебя мало времени Я решаю, что не чью-то судьбу Кто-то там, да? Я понимаю, но у нас эфир-то Хорошо Сколько конкурсов, в общем? Еще два конкурса Дилен, смотри Тогда есть у каждого шанса Тогда я ставлю тройку Тройка, это самая... Нет, единичку ставишь Это самая единичка, понимаешь? Ага, хорошо Дилен, смотри Это короке-шоу Нехабар Ты сегодня в гостях Участники для тебя выступают Их оцениваешь, все просто Ну я до начала проясню, как я буду оценивать Ну оценки, оценки мы знаем буквально через несколько мгновений Потому что небольшая новость Дело в том, что для любителей экстрима вышла новая услуга Пьяный водитель А для зрителей нашей программы Новая услуга до конца посмотреть рекламу Увидимся буквально через несколько мгновений Это короке-шоу Нехабар Прямо сейчас закончился первый конкурс короке В котором Расул, Галмжан и Аида выступили с произвольной программой Теперь Дилен будет выставлять оценки от одного до трех Пожалуйста Так, оценка Однерка уходит Галмжану Потому что он немного стеснялся Один получает Один балл получает Галмжан Хорошо Двоечка уходит Аиди Двоечка Песенка очень сложная И я просто сравнив ее с Расулом Который получает Однерку Нет, Расул, подожди Тройку В смысле, да, тройку Хорошо В принципе, вот Галмжан, Аида, Расул Вот такой порядок Отлично Если у нас победитель, Расул в первом конкурсе Зарабатывает максимум баллов Три балла у него Расул сразу шлет воздушный поцелуй Не знаю, это Анели, либо телезрителям Кому Не знаю В общем Аида Два балла Галмжан один Да Ну, ничего страшного Галмжан вернется домой Быстро зайдет на биржу Выиграет деньги Заработает много денег Снимет себе клип Хорошо На самом деле вы молодцы Я считаю, что вы достойно выступили все Ну, правила есть правила Поэтому не ищите Дилена после программы Хорошо Ну нет, ну ты не прав Давай я скажу Я хочу сказать, что все трое победителей Потому что это прямой эфир Смотрят все Здесь Казахстан Да Да, да, да Поэтому что-то На меня обижаться Так у нас еще на программе Можно получить подарки Да Пришло, кстати, время подарков Вчера наша звездная гостья Людмила Ким Участница Дуэт Эль Задала музыкальный вопрос Вопрос звучал так На каком инструменте Играл Петр Ильич Чайковский Правильный ответ Композитор был Виолончелистом И пригласительный билет в кино На две персоны Получает человек с ником Жулдисбей Именно вы, Жулдисбей Являетесь тем человеком Который выиграл этот подарок Поэтому наши редакторы С вами свяжутся Радуйтесь Можете попрыгать В общем А теперь еще один подарок Ну, а теперь Дильен задаст Свой звездный вопрос Мы, как обычно, продублируем его В нашем инстаграм Акуанти 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 Да, Акуанти Да, инстаграм Акуанти Ага Вот, значит Хорошо Для непонятливых На нашей страничке Инстаграм Ага Так, вопрос такой Дорогие зрители Да В этом бойзбенде Начинал свою карьеру Робби Уринс Повтори В этом бойзбенде Начинал свою карьеру Робби Уринс Да, тот, кто первым Правильно ответит на этот вопрос Также станет победителем И получит билеты в кино Поэтому быстренько заходим в инстаграм И отвечаем правильно на вопрос Дильена Все? В гугл заходить нельзя Нужно включать мозги Ну что ж, я думаю, настало время Перейти к нашему второму конкурсу Который называется Перевертый шим Дильен, в этом конкурсе Как бы от тебя много ничего не зависит Но ты можешь с удовольствием Посмотреть на эрудицию Наших участников Как настроение, кстати? Ты что-то там Эрудицию? У тебя как настроение? Настроение супер Скажи, зачем вокалистам эрудиция? Кстати, Анель, многие этим пользуются? Тебе на заметку? Ну хорошо, я вот на заметку себе замечу Хорошо, конкурс называется Перевертыши Мы сейчас будем задом наперед Ставить вам композиции Известные или неизвестные Для вас, может быть Поэтому сейчас каждый из вас Каждый из вас, кто первым услышит Смело поднимаем руку Кто первый узнает правильный ответ Кричим нехабар, поднимаем руку Хорошо? Все понятно? Понятно Чтобы было более понятливо Давай для Дильена, да? Дильена Попробуем на тебе Что? Ты должен отгадать перевернутую песню Или же музыку, или же напеть Или же исполнителя Хорошо, только не издевайтесь надо мной Что-то будет полегче Хорошо, давай Итак, слушаем композицию Ну, Дилен с легкостью справился с этим заданием Я думаю, все понятно, все просто Единственное, кто первым отгадал Сразу поднимаем руку Кричим нехабар Хорошо? Итак, композиция номер один Слушаем Хабар Я думал, ты скажешь Можно выйти? Если я не ошибаюсь Это Меладзе Меладзе, песня? Ну, смелей, смелей, смелей К сожалению, нет Не Меладзе, да Не Меладзе Это абсолютно нет Не Меладзе Есть вариант? Есть, нет Вами версии нет Слушаем правильный вариант ответа Ну, вы рядом были Меладзе Камикадзе Как бы Созвучны там такие Такие В рифму, в общем, да Слова Итак, композиция номер два Слушаем Девушка с мужским голосом Чили Чили, песня Нет, другая Про времена года Ну, правильно, да Песня «Лето» называется Браво, Рассул Ее знают именно по Хоп, на-най-най Хорошо И мы едем дальше Один балл есть дальше Третья композиция Слушаем Симпатичный парень Не Хабар Не Хабар Байляндо Байляндо Байляндо, совершенно верно Да Энрики Иглесис Исполняет композицию Два балла у Расула Молодец Двигаемся дальше Накачанный парень Накачанный парень поет Друг Тимати Экс-блэк-стар такой Джиган Джиган, песня Песня вот мне не идет Вот, вот, вот Вот, 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 вот Вот подсказка Я, ты, я Ты, я Я, ты, я Хорошо, совершенно верно Я и ты Отлично Расул, да, молодец уже Получается, ты отгадал Три композиции Так подсказывать нельзя Аидочка Все хорошо? Да Нормально все Вы с нами? Галмжан? Галмжан думает уже там Что на бирже происходит Отвлекся я там Нормально все? Нормально Обращаемся, хорошо Дальше, слушаем Самая популярная Очень популярная песня Очень популярная Ну, знают ее все Да, знакомые Давай, Галмжан С детства мы ее все знаем Сюда остров шить Да, да, да Расул, вы оттуда Купсялись? Чунга Чанга Аида, вы знаете Чунга Чанга? Да, да Нормально? Нет, банана Жукова Хорошо, да Дальше, 4 балла Молодец, дальше Известное Там трое ребят Один, в общем Накаченный Второй рыжий Третий маленький Группа Иванушки Иванушки Иванушки, ты же Песня Вот есть Береза Есть что? Тополиный пул Тополиный пул Наконец-то Наконец-то Галмжан Подтянулся Угадал Иванушек Вот кого вы Слушаете Оказывается А мы думали Вы никого не знаете Аидочка Я за вас болею Я болею за вас Аидочка Соберитесь Дальше Слушаем Григорий Глеб Нехабарного бы сказать Хорошо Рюмка водки на столе Рюмка водки на столе Совершенно верно Это была последняя композиция В этом конкурсе Расул, я вас поздравляю Вы заработали 4 балла Вы становитесь обладателем Экстра балла Которым вы воспользуетесь В нашем третьем конкурсе Спасибо Дильон, как тебе наши участники? Понравилось ли их Быстрое мышление? Ну, понравилось, конечно Тут Анелли не щекотила И я не отвлекала Интересно Если бы ты сидел На месте конкурсантов Сколько бы песен ты отгадал? Нет, если я сидел бы На месте Сабита Я бы не подсказывал бы Пусть отгадают все Нет, подожди Ну, я же тебя Про конкурсантов спросила Так, ну, я бы отгадал бы Все, кроме вот этой песни Которые Древние Которые все знают Да? Чунга-чанга? Ага А вот ты знаешь Я почему-то бы не отгадала Чунга-чангу Серьезно Мне казалось Ты же меня подманула Ты же, дядя, подвела Сабита Давайте чем-то похоже Чунга-чанга Чудо-остров Ты же меня подманула Хорошо Мы готовы перейти К нашему третьему конкурсу Который называется Называется он Как называется? Сюрприз называется Вот, мне подсказывают Да, сюрприз Хорошо В этом конкурсе Вы выйдете на чердак У вас появятся пять категорий Это советский хит Кинохит Российский хит Зарубежный хит И казахстанский хит Вы выбираете абсолютно любую категорию И вам попадается песня Мы не знаем, какая песня это будет Компьютер сам выдаст Поэтому Поэтому Дильен Здесь вы внимательно Вновь присоединяетесь к нам Оцениваете участников Также по трехбальной системе Расул У вас есть один экстра бал Вы этим балом можете воспользоваться здесь То есть Если вдруг вам песня незнакома Если песня вам незнакома Вы можете ее заменить Окей Все очень просто Вы также можете воспользоваться своими балами Но уже За минусом своих балов Хорошо Галамжан Начнем с вас вновь Пожалуйста, выходите Итак, пять категорий Выбирайте Ну, смелей Быстро Советский Советский хит Итак, что покажет нам Компьютер? Какая-то песня будет? Что за песня? Бухгалтер Бухгалтер Знаете, двести? Комбинация Бухгалтер Я думаю, что вы просто Не можете ее не знать Нет, знать-то знаю Но у вас только один бал Вы можете им воспользоваться Но потеряете всего лишь один бал Стоит ли рискать? Может, будем петь ее? Но запомните А вдруг следующий трек будет совсем неизвестный И у вас более не будет баллов? Ну, давайте, бухгалтер Поеем, бухгалтера Поехали Вот такая вот веселая песенка Халужан, танцуем, танцуем Давайте веселее, веселее Веселееей Мы за вас болеем Не надоело Ты проеду за границу Надену валеньки Да красное пальто Пойду проведу Любимую столицу Хоть в этом виде Не узнает и никто Возьму с собой Я на прогулку Кавалер Он песни и мои Все знает наизусть Не иностранец И не сын миллионера Бухгалтер Бухгалтер, милый мой бухгалтер Вот он какой Такой простой Бухгалтер, милый мой бухгалтер А счастье будет без любви в душе покой Бухгалтер, милый мой бухгалтер Вот он какой Такой простой Бухгалтер, милый мой бухгалтер Зато родной, зато, зато весь мой Браво! Ну что ж, отличное исполнение Комментария узнаем чуточку позже Еще одна информация Дело в том, что Григорий Леп забыл дома очки И затерялся в толпе А пока все его ищут, у нас реклама на телеканале Хит ТВ Это коронки шоу Нехабар Третий конкурс, который называется Сюрприз Вот я вот так сюрпризно сразу На самом начале Вовремя не вступил в текст Галамжан выступил замечательно В третьем конкурсе Дилен, пару комментариев, пожалуйста Ну, Дилен, ну, Дилен, давай серьезнее Ну что ты, давай сосредоточимся Мы должны прокомментировать О выступлении Галамжана Который пел песню О бухгалтер, милый мой бухгалтер Как тебе эта песня? Во-первых, тут без комментариев А во-вторых, я, ну, хорошо тонный спел Я, в принципе, считаю, что это мужская песня Ну, ладно, хорошо, поехали дальше Нет, молодец, что Можно говорить слово «не очканул» Ну, в смысле, не забоялся Спел И хорошо получилось Где-то забывал, конечно Но ничего, неплохо Но это не столь важно В принципе, Галамжан хорошо спел Хорошо выкрутился А мы... Не важно, что там пелось Главное, вокальные данные увидеть участника Конечно Я прав? Конечно, конечно Конечно, Сави Хорошо, Аидочка Настала ваша участь Выходите Итак, пять категорий Выбирайте любую Кинохит Кинохит Итак, что же покажет нам компьютер Какую песню из этой категории Так, ну... Компьютер, да Компьютер думает и решает Так, какую песню выбрать Так Прекрасная далека Гости будущего Прекрасная далека Не будь ко мне жестока Не будь ко мне жестока Знаете? Знаете? Значит, поем, да? Да Значит, мы поем Поем, да Кинохит Напоминаем, что у Идочки два балла Поехали А-а-а-а-а... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Аидочка Дима Тorzok 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 Мы вас поздравляем, мы сегодня победили в нашей игре. Пожалуйста, выходите сюда к нам. Аида, Аида. Ну, как ощущения? Ты рада? Да, очень рада. И? И? Ты не можешь найти слова. Она просто волнуется, стесняется, переживает. На самом деле, я чувствую ее волнение, она мне передается. Расул, ты как себя чувствуешь? Ты был лидером. Просто я не могу, как Аида, петь кавер на такие песни. С каверами сложно. Нужно было петь вторую песню. Галужан, как вы? Нормально? Ну, нормально, как я говорил. Пойду сейчас. Заработай миллион. Хорошо. Ну? Ну что ж, Аидочка, уже завтра мы с тобой увидимся в 1-8 финала, где ты будешь бороться за выход в 1-4 финала. Дорогие телезрители, не переключайтесь сразу после нашего эфира. Смотрите приключенческий триллер «Граф Монте-Кристо» с Джеймсом Кевизелом и Гаем Пирсом в главных ролях. Сегодня с вами были Анель Аринова, меня зовут Савид Архимбаев, Диллиан, группа Мистерианс, а также прекрасный и просто отличный арт-бенд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!